Russian Television Network of America представляет Gazarch News Информация к размышлению Здравствуйте, друзья! В эфире Gazarch News. Информация к размышлению. В студии с вами Игорь Газарх. Израиль может поделиться ядерными технологиями и знаниями в этой области со странами, подписавшими соглашение Авраама. Об этом заявил глава Израильской комиссии по атомной энергии Моше Эдри в своем выступлении на конференции МАГАТЭ в Вене. «Мы надеемся, что новый дух в нашем регионе, продемонстрированный в соглашениях Авраама, укажет путь к конструктивному прямому диалогу, в том числе и на ядерных форумах», — заявил он. «Израильские передовые технологии дают значительный уровень знаний и возможностей, которые мы готовы поделиться с другими. Разумеется, под эгидой МАГАТЭ», — добавил он. Переходя к Ирану, глава атомной энергетики Израиля заявил, «Одна страна является ведущим фактором нестабильности в нашем регионе. Теперь ясно, что Иран осуществлял военную ядерную программу, приобретая технологии и знания, направленные на производство элементов для устройства ядерного оружия. Эта деятельность велась на многих незаявленных объектах с использованием самых различных ядерных материалов», — добавил Эдри. Далее он подчеркнул, что в этом отношении иранская ядерно-оружейная программа находится под следствием агентства МАГАТЭ в течение многих лет. Иран постоянно не дает заслуживающих доверия объяснений или разъяснений относительно характера этой деятельности и продолжает вводить заблуждения агентства и международное сообщество в отношении своей тайной ядерной деятельности. «Дискуссия о ядерной безопасности особенно важна сегодня, в свете последних событий в Украине», — добавил он. «Угрозы ядерной безопасности не имеют границ», — заявил глава израильской энергетики. «Мы не должны игнорировать неоднократные явные угрозы нападения на израильские ядерные объекты со стороны Ирана и его марионеток», — добавил Эдри. «В прошлом году израильские ядерные исследовательские центры снова подверглись прямой кибератаке», — заключил Моше Эдри. Израиль близок к принятию решения о широкомасштабной военной операции в Иудее и Самарии. Целая серия инцидентов с применением насилия со стороны палестинских арабов в последние дни приближает Израиль к принятию решения об очередной широкомасштабной антитеррористической операции с упором на город Джанин и Северную Самарию, откуда исходит сейчас большинство террористов и боевиков, противостоящих израильтянам. Подразделения израильской армии находятся в состоянии повышенной готовности до конца еврейских праздников. С течением времени кажется, что инциденты с применением насилия на территориях только умножаются, поскольку к ним присоединяется все больше местных арабских боевиков. Также увеличивается и коэффициент использования огнестрельного оружия палестинскими арабами. В этой связи израильские военные продолжают действовать в нынешнем формате, который включает ночную активность на территориях и аресты подозреваемых. Однако придется принять более радикальные меры, сосредоточившись на рассаднике терроризма в городе Джанин и его окрестностях. Силовикам дано указание подготовиться к этому еще несколько месяцев назад, но израильские силовики до последнего хотели этого избежать. Отмечу, что в последнем инциденте, который произошел накануне недалеко от перекрестка Текоа, был убит палестинский ребенок, возможно, в результате падения или остановки сердца. Однако палестинские арабы немедленно обвинили израильских военных, хотя после первоначального расследования было заявлено, что не было обнаружено никакой связи между смертью ребенка и действиями израильских военных в этом районе. Долги израильтян перед банками достигли нереальных показателей. Потребительская задолженность израильских домохозяйств, включающие суды для приобретения жилья, выросла в прошлом квартале на 20 миллиардов шекелей, почти 7 миллиардов долларов. Это плюс 4%. Об этом говорится в опубликованном ежеквартальном отчете Банка Израиля. В годовом исчислении долги израильтян перед банками выросли на 8%. Для сравнения, в прошлом году задолженность по кредитам выросла на 13%. В абсолютном исчислении общая сумма задолженности частных лиц перед израильскими банками, включая ипотечные суды, моргиджи, составляет сегодня 750 миллиардов шекелей, приблизительно 200 миллиардов долларов. Показатель, который не оценивает величину долга, касающегося покупки квартиры и возврата ипотечных суд, не менее важен, поскольку он отражает задолженность по кредитам, предназначенным для покрытия текущих расходов. С 2013 года наблюдается постоянное увеличение темпов роста задолженности израильтян, в основном из-за роста текущих потребительских кредитов. Отмечается, что за минувший год цены на квартиры в Израиле выросли на 18%. Скандальное дело об изнасиловании солдатки-охранницы, заключенным палестинским террористом Мухаммадом Аталой, отбывающим пожизненный срок в отделе для особо опасных преступников в печально известной тюрьме Гильбоа, будет закрыто за недостаточностью улик. По информации СМИ, следователи не нашли достаточных оснований для предъявления Аталии обвинений в изнасиловании бывшей охранницы под псевдонимом Гила, которая, напомню, объявила в июле, что Атала якобы заправлял всей тюрьмой как собственной конторой и неоднократно подвергал ее сексуальному насилию при молчаливом попустительстве тюремной администрации. Гила открыла краудфандинговую кампанию по сбору средств на расследование безобразий в тюрьме Гильбоа и оплату психотерапевтов. Интересы пострадавшей представляла адвокат Керен Барак, бывшая лоббистка и депутат Кнесета от партии Ликут. Другие бывшие охранницы тюрьмы Гильбоа также жаловались на сексуальные домогательства со стороны палестинских заключенных боевиков и сводничеству тюремной администрации, которая, по их словам, переводила их в отсек, где сидел террорист, по его заявкам и игнорировала их жалобы ради получения агентурной информации от заключенных и сохранения так называемой производственной тишины в тюрьме. Расследование по этим жалобам еще не завершено. Непорядки в тюрьме Гильбоа оказались в центре общественного внимания после дерзкого побега трех особо опасных заключенных террористов из самой якобы охраняемой тюрьмы в Израиле. Созданная для расследования побега комиссия получила много скандальных показаний, но самый громкий резонанс вызвали как раз обвинения в сводничестве, выдвинутые против тюремной администрации. Жалобы бывших охранниц затмили вопиющие данные о системных злоупотреблениях и безобразиях в управлении тюрем, скрывшихся в ходе расследования побега. Относительно сводничества тюремной администрации глава управления тюрем Израиля Кэти Перри показала, что политика так называемого умиротворения палестинских заключенных террористов была ей продиктована политическим руководством страны, то есть на тот момент министром внутренней безопасности Израиля Амиром Оханой. Мэрия Иерусалима с гордостью сообщает о новой инициативе мэра Мошеллиона. Он придумал, как обеспечить религиозных жителей столицы Израиля достаточным количеством синагог. Теперь муниципалитет разрешает строить молитвенные дома поверх детских садов. Детсады строятся за счет мэрии. Каждое здание обходится в миллионы шекелей, а надстройка синагоги поверх садика обходится всего лишь в сотни тысяч, подчеркивается в муниципальном пресс-релизе, опубликованном накануне израильскими СМИ. Мэрия вкладывает огромные бюджеты в строительство детсадов, в подготовку инфраструктуры, закладку фундаментов, земляные работы и возведение опорного каркаса. И таким образом экономятся тяжелые расходы, с которыми обычно сопряжено строительство синагоги на пустом месте. Результаты этой революционной идеи уже видны в нескольких столичных кварталах, включая Байтваган и Неве Яков, где и шиботникам удалось легко и без экономических трудностей воздвигнуть синагоги с разрешением мэра города Мошеллиона, гласит пресс-релиз. Другими словами, за год до следующих муниципальных выборов Мошеллион придумал способ подкупа ультра-ортодоксальных избирателей за счет муниципальной казны. Мэр выразил гордо своим изобретательным решением, которое позволит религиозным общинам, цитата, беспрепятственно развиваться и процветать во всех кварталах израильской столицы. Вернувшаяся недавно в Россию Пугачева собрала вещи, взяла детей и снова улетела в Израиль. С билетом в один конец. Российские СМИ со ссылкой на свои источники публикуют видеозапись, на которой автомобиль Chevrolet Express, якобы принадлежащий Примадонне, заезжает на территорию VIP-терминала Внуково-3. Как стало известно, Пугачева с детьми была замечена в аэропорту Внуково. Оттуда она улетела в Израиль, где жила ранее несколько зимних месяцев. По предварительным данным, обратного билета у певицы не имелось. Примадонна недавно вернулась в Россию, якобы к началу учебного года, от двойняшек Гарри и Лизы. Однако не прошло и месяца, как школьники вместе со звездной мамой были замечены в аэропорту на пути в Израиль. По предварительным данным, артистка вместе с детьми улетела в Израиль из московского аэропорта Внуково. Когда певица вернется в Россию, неизвестно. Обратного билета у Пугачевой нет, говорится в телеграм-канале российских СМИ. Напомню, что 18 сентября Пугачева попросила признать ее иностранным агентом, вслед за супругом, ведущим Максимом Галкиным, которого Минюст включил в реестр физлиц иностранных агентов. Два дня спустя появилась информация, что из-за поста с просьбой признать ее иноагентом, артистку проверят на дискредитацию российской армии. В соответствующем заявлении в прокуратуру обратилась некая жительница Подмосковья. На сегодня это все. Я прощаюсь с вами. Всего вам доброго и до завтра. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»!